Бой Мало нас и не согнуло, Видно, люди крепче, чем броня. Дипломаты мы не по призванию, Нам, милей братишка, в тома. Чуть не команды приказали, И в кармане парочка гранат. Эта песня стала любимой для многих русских ребят, которые исполняли свой воинский долг на чужбине. Там, где нет полей и берез, Где небо не такое, как у нас, Где выстрел в спину – норма жизни. Эту песню Юрий Козырев не раз пел во время службы, И что нужно пережить, чтобы эти слова Звучали в твоей душе и 30 лет спустя. Предполагали, что служить придется на дедных русах Союза Советских Социалистических Республик в войсках связи. Но незнакомый офицер спросил, Не хочет ли он в артиллерию? И Юрий согласился. В этих же войсках служил отец. В полгода в учебном подразделении Ашхабаде, А дальше ходили, Куда одни стремились сами, Любой ценой старались избежать. В Афганистан я попал 19 ноября 1980 года, Когда после учебного подразделения в городе Ашхабаде Определенная часть курсантов была самолетом переброшена в город Шиндант. И это вот первый день моего пребывания. На тот момент мне исполнилось 18 лет. Полтора года до 20 апреля 1982 года Я находился в армейском реактивном полку В качестве командира боевой машины, Как мы ее называем сейчас БМ-Град. Система «Катюша» в простонародье. Первый раз пересекаешь границу, Совершенно чужая страна, Весь самолет просто спал. То есть в учебном подразделении, В учебке нас так гоняли, Что мы воспользовались этим двухчасовым перелетом И выспались. А когда высадились в аэродроме города Шиндант, То, конечно, поразила, во-первых, природа, Хотя Туркмения и Афганистан не рядом, Но Ашхабад это очень зеленый, Очень красивый город был в то время. Это же пустыня. Это очень интересная для нас, Потому что мы там были в новенькой форме, Ну, какие-то такие все опрятные, можно сказать. То там мы как раз увидели запыленных, Выжженных гимнастерках. Особо удивило, что все были с автоматами, Ну, по крайней мере, с оружием. То есть те местные, которые нас встречали. Ну, и произвело, наверное, у меня первое впечатление, Что рожки для автомата, Они были связаны друг с другом. То есть для увеличения, ну, объема или количества патронов. Ну, естественно, чтобы стояли, ну, зеленые, Так скажем, открыв рот, оглядывались. Ну, и потом подошла уже машина, автомобиль, Где нас стали разводить по подразделениям. Вот таким образом я попал в свой, В этом смысле, любимый, Ну, и, в общем-то, даже достаточно знаменитый Для того времени армейский реактивный полк. Вот наша, ну, скажем, батарея, Хотя это больше, конечно, взвод, Вот с этими ребятами мы начинали службу. В его подразделении было 32 человека. Представители 21 национальности. И жили они дружно. И чувство, что они здесь служат одной родине, Исполняют воинский долг, было настоящим. Специфика артиллеристов, И особенно вот специфика даже нашего вот этого полка, Который напрямую подчинялся именно армейскому штабу, Хотя мы располагались на территории 5-й мотострелковой дивизии, Командиром дивизии в то время был Борис Громов. В дальнейшем вот этот знаменитый командующий 40-й армии, Который и осуществлял вывод. Тогда он был полковником, Я его видел еще в форме полковника. Так вот, специфика-то наша состояла в следующем. Бой, как мы его понимаем, Это непосредственное соприкосновение Противоборствующих сторон. Ну, это вот характерно как раз для десантников, Мотострелков или пехотинцев мы называем. Наша же задача была обеспечивать огневую, Даже не столько поддержку, А опережающий огневой удар. То есть мы выстраивались, Ну, вначале шли, допустим, как раз десантники, Потом танки. И где-то мы уже достаточно далеко, Километров 10-15 от предполагаемого места действия. И наносили оружие достаточно мощное, Вот это вот, Катюша, Наносили, значит, не предупреждающие, А опережающие вот эти вот удары. После чего мы сворачивались, А в дело вступали уже вот пехотинцы, Десантники, танкисты, Ну, и все другие, которые осуществляли казачист. Эти 80-е и 82-е годы, Они несколько, наверное, отличаются от последующих, Потому что, собственно, Такие активные боевые действия, Это 83-й, 85-й год, Когда, ну, скажем, Банформирование уже были подготовлены И профессионально, и вооружены оружием различных стран, Не только американским, Там были и китайские мины, Ну, и многое другое, То есть они получили профессиональную подготовку, И это вот уже стало действительно Принимать формы войны, Хотя так мы и не называем. Он стал сержантом, Командиром боевой машины «Град». В 1981 году, Когда дали отпуск, Юрий съездил домой И привез в свою часть музыкальный инструмент. И в любой обстановке Есть ли что лучше задушевной песни? Ты пришел усталый из разведки, Много пил и столько же молчал, С синими промерзшими руками Протирал вспотевший автомат, И о чем-то думал временами, Головой откинувшись назад. Баян я привез, Когда был в отпуске. После года службы Я получил отпуск на 10 дней. И возвращаясь к месту службы, В Шинданд, в Афганистан, Я захватил свой домашний баян. Но я бы еще добавил, Что у нас в полку был Свой вокально-инструментальный ансамбль. На деньги офицеров были куплены Музыкальные инструменты. И вот я в частности там принимал Достаточно активное участие. Мы достаточно много, Так сказать, гастролировали По полкам дивизии. Фактически ни один праздник Военный, советский, Не обходился бы ни нашего участия. В этой газете, Вот от 15 марта 81 года, Как раз помещена Достаточно большая статья, Настроение хорошее, Где рассказывается о нашем полку, Вот это вот наше расположение, Это вот наши офицеры, Порядок, чистота, Все-таки жили мы, конечно, в палатках, Но тем не менее рассматривали. И здесь вот рассказывается В том числе и о нашем ансамбле. Его война закончилась в 1982 году. Сколько всего пережито. А отроду, как и многим из тех, Кого скоро станут называть ветераны, Всего 20 лет. После службы в горячих точках, Одни потеряли всякий смысл жизни. Другие не искали его вообще, А жили, как случилось. Третьи же пошли дальше. Это наша молодость. Мы были сильны, крепки, Здоровы до определенной степени. И остается в памяти, Ну так устроена человеческая память, Конечно, Ну такие интересные, Приятные воспоминания, Приятные события, Все-таки, значит, Горькие события, Они забываются. Но тем не менее, Я думаю, что она сыграла, Или мое участие в этой войне Сыграла в моей жизни достаточно большую роль. То есть, и сформировав меня, Как личность, И благодаря приобретенному этому опыту, Навыкам, Но в первую очередь, Навыкам общения, Сформировала мою дальнейшую И профессиональную деятельность. Учиться он хотел еще и раньше, До службы. Теперь, После такой школы жизни, Желание получить хорошее образование, Хорошую профессию, Стало ведущим мотивом. Прошло три десятка лет. Сегодня Юрий Геннадьевич Козырев, Кандидат философских наук, Заведующий кафедрой философии Сыктывкарского университета. Ученый, серьезный человек. Ему есть, что сказать студентам. Ведь философию жизни Он изучал не только по учебникам. И начальной ступенью В научной карьере доцента Козырева Было знакомство с философией войны. Я люблю тебя, жизнь, Что само по себе и не нова. Я люблю тебя, жизнь, Я люблю тебя снова и снова. Вот ушок нас зажгли, Я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, И хочу, чтобы лучше ты стала. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!